x5 диалог 2023 продолжает свою работу и сейчас мы поговорим по теме стм в торговой сети пятерочка елена здравствуйте здравствуйте расскажите по каким принципам сейчас развивается портфель стм в торговой сети пятерочка и каких достижений вы достигли за последнее время стм развивается в очень многих направлениях критерии отбора происходят очень разные мы развиваем стм как в разных брендах так и в разных ценовых сегментах мы не зацикливаемся на чем-то одном потому что рынок очень сильно меняется спрос покупателя меняется покупатели становятся более требовательными более искушенными и конечно нам нужно за этим за всем успевать поэтому мы оцениваем товар прежде всего по соотношению цена-качество это первый наш при приоритет для стм мы работаем во всех ценовых сегментов один из наших конечно самых таких известных это красная цена и это не просто бренд это бренд который несет еще социальную ответственность она дает самое лучшее предложение для покупателей во всех во всех группах товаров и лояльность к этому бренду растет что показывает оценка наших покупателей которые мы постоянно исследуем и следим за их реакцией поэтому мы выбираем товар в зависимости от того какая категория на сегодняшний момент возможно будет трендом в каком ценовом сегменте нам будет это интересно если говорить про вообще тренд на стм его вы как сеть уже давно поддерживаете какие категории вы планируете наращивать присутствие стм на что нужно фокусировать поставщикам тоже немножко вернусь назад мы везде развиваем стм в каждой категории у нас нет ни одной категории где бы не было стм конечно мы смотрим если брендозависимость или нету покупателя где она есть там мы меньше играем стм мы работаем с качеством что касается каких категорий да конечно нам интересно свежие категории товаров почему потому что у нас уже шесть больших территорий мы находимся от калининграда уже до владивостока у нас есть разные покупатели у нас есть разная приверженность покупателей и нам очень важно развивать свежие продукты почему потому что мы первое даем покупателю родное местное ешь пей родное местное покупатель любит этот продукт и в то же время это та же опять социальная ответственность когда мы развиваем местных производителей локальных мы их поддерживаем даем рабочие места мы обучаем тому как качественно производить часто тот товар который нам нужен потому что мы очень серьезно следим за качеством у нас есть серьезные требования поэтому вот свежие продукты молочные мясные колбасные сыры это все очень важно иметь в том регионе где находятся наши магазины удовлетворять того покупателя который есть конечно большое развитие идет в нонфуде сопутствующих товаров но здесь также приверженность покупателя очень интересно во владивостоке это один специфичный покупатель которому очень очень большая лояльность азиатских азиатском стиле марок если мы говорим про калининград и северо-запад это немножко другая направленность но сопутствующие товары и нонфуд это те категории конечно которые показывают значительный рост у нас если вернуться именно красной цене вы сказали вот насколько в новых регионах куда приходит пятерочка ну скажем так любовь которая там присутствует в центральной полосе россии вообще там там уже пятерочка давно насколько она сразу проявляется или все-таки приходится воспитывать и вот эта приверженность как-то идти к этому конечно нам нужно заслужить любовь покупателя в том регионе куда мы приходим там где мы уже присутствуем просто расширяемся там нам просто нужно немножечко доработать показать этот продукт дополнительно покупателю в новых регионах таких как дальний восток калининград нам конечно нужно заслужить любовь покупателя это очень большая работа работа с дегустациями работа с анонсом для покупателей мы проводим постоянные исследования покупателей мы даем попробовать у нас есть специально для этого дегустационные кухни которые дают покупателю попробовать, мы видим оценки. И также, еще раз возвращаясь к локальному производству, мы стараемся все эти товары максимально сделать на местной территории, либо на ближайших районах, чтобы покупатель понимал, что это пришел не просто какой-то бренд с дешевой ценой, а что это очень хороший бренд по доступной цене, но с достойным очень качеством и местного производителя. Это очень ценится у покупателей. Сейчас количество торговых марок, которые вы развиваете, оно какое? У нас сейчас более 77 собственных торговых марок. И какой тренд? Все-таки на увеличение торговых марок или все-таки будет, ну как бы сейчас есть некоторый тренд у кого-то и на сокращение, чтобы поддерживать необходимый ассортимент, как вы сейчас его видите? Мы сейчас будем фокусироваться на определенном количестве торговых марок, собственных торговых марок, это будет меньше. У нас растет NPS в сети, покупатели выражают повышенную лояльность и у нас очень растет приверженность к некоторым торговым маркам, нашим собственным. И мы хотим сфокусироваться на них, и мы хотим их доработать, то есть мы хотим оптимизировать некоторым способом сделать больше фокус на привязке этого бренда к сети, то есть показать покупателю уже ценностное предложение, что покупатель может купить здесь замечательный продукт, и это только в пятерочке. То есть это дополнительная ценность и для сети, и для покупателя. И, конечно, мы будем фокусироваться на определенном меньшем количестве торговых марок, которые мы будем анонсировать в очень многих каналах с помощью рекламы, с помощью дегустации, с помощью определенных мероприятий. И мы будем показывать покупателю, что мы не просто работаем с торговой маркой, мы работаем с качеством продукта, и оно становится лучше даже, возможно, в тех товарах, которые покупатель, возможно, не так до этого чувствовал. Что касаемо вот их 70, большее количество самих в этой СКЮ, они идут в низком ценовом сегменте, средне-сценовом. Как можете здесь обозначить, и опять же, куда в этом плане направление идет ваше развитие? Конечно, у нас основной такой портфель, это лежит в низком, средне-минус ценовом сегменте, в собственных торговых марках. Мы сейчас в низком ценовом сегменте будем работать над качеством продуктов, над достойным предложением, над локальными производителями, как я сказала, и будем расширять свое предложение в среднем ценовом сегменте, потому что там мы сможем предложить очень много разных вещей. Сейчас такой тренд на быструю жизнь, готовую еду, готовые решения. У нас тоже есть системы во фруктах, овощах, в готовой еде. И, конечно, мы хотим покупателю предложить уже готовые решения, соответственно, тем трендам, которые есть. И это средне-ценовой сегмент, он интересный, он расширенный, там можно предложить много вкусов, можно интересных товаров каких-то поработать. Вот, например, тренд на готовую еду, который у нас сейчас есть, он очень значительный. Наверное, все обратили, что у нас есть прекрасное предложение комбо-кофе с дополнительным каким-то продуктом. Это питательный, полноценный завтрак, обед или ужин, которые доступны по цене. И это вот, ну, определенный тренд, но это средне-ценовой, конечно, сегмент. Мы пока не планируем больших прорывов в высоком ценовом сегменте, потому что у нас есть определенная CVP в пятерочке, и задача STM поддержать определенный портфель ну, в среднем и низком ценовом сегменте по достойному качеству. Коллеги, я хочу обратить внимание, что Елена сегодня работала в рамках круглого стола по STM, поэтому внимательно посмотрите ту дискуссию, которая была проведена, и у вас будет возможность еще дополнительные вопросы увидеть. И в завершение уже нашего такого включения, все-таки, каких поставщиков, возможно, не хватает, и какие планы по развитию для себя, для команды, в первую очередь, ставить на именно ближайший 24-й год? Вообще, я могу сказать, что у нас замечательные поставщики, замечательные производители. Сейчас тоже такой, знаете, хороший очень тренд, вот у нас конференция называется «Диалог». Это хороший очень диалог между покупателями, нашими покупателями и нашими производителями. У нас прекрасные производители, ну, и, конечно, приглашаемые, открытые для многих очень производств, которые развиваются существенно в России. И я хочу отметить, что мы идем в очень серьезные партнерства, потому что задача растить собственно торговую марку и качество, это не только сети, это того производителя, который с нами. И мы очень много работаем, но над стаканом себестоимости, над тем, чтобы снизить затраты на продукт, при этом поддерживая высокое качество. И вот здесь производители очень многие нам поддерживают. Также важный тренд у нас сейчас на устойчивую упаковку. Это упаковка, которая может быть переработана в последующие периоды, и у нас сейчас растет, у нас доля устойчивой упаковки в СТМ более 50%. Это тоже очень большой шаг, большая работа с производителями, которые в это идут, которые не просто соответствуют законодательству, потому что так сказали, а потому что истинно поддерживают этот тренд и экологию у нас в стране и те задачи, которые перед нами стоят. Что хочу пожелать, конечно, своей команде, компании, это оставаться лидером. Это очень сложная задача. Быть лидером в эпоху перемен это большая ответственность, большая задача, и, конечно, сил, креатива, проактивности, надежных партнеров, быть в команде вместе. Это очень важно. Спасибо большое. Ну что ж, еще одно включение. X5 Dialog уже состоялось. Изучайте те материалы, которые мы создаем по итогам проекта. Продолжение следует...